всем привет с вами николай я сегодня был на премьере фильма дэдпул как бы в сети бродит много приколов уже наверно начавших постепенно задалбывать людей на тему того что вот 14 февраля пойду на дэдпула но все-таки премьера состоялась 11 и я решил что зачем тянуть решил вот сходить тем более что мой день рождения я решил это будет неплохая культурная программа до этого еще было в один из прошлых годов что я ходил на загадочную историю бенджамина баттона давида финчера но тогда я немного пожалел об этом решении потому что это очень такой тягучий такой мрачный фильм и он меня поверк уныние дэдпул к счастью совершенно не такой хотя конечно это совсем разные жанры разные режиссеры и не стоит их особо сравнивать в общем я не говорю что бенджамин баттон на это плохой фильм хотя у меня есть к нему определенные претензии я просто говорю что как культурная программа к празднику он подходит заметно меньше то скорее надо просто посмотреть там каких-то не знаю полиэстетических целях ладно бог с ним с баттоном к дэдпулу что мне есть о нем сказать я тут в принципе выписал себе кое-какие тезисы и я бы хотел попытаться рассказать о нем наименее спойлерно не слишком погружая сюжет чтобы ну как бы наверное не рассказывать слишком много тем кто еще не смотрел я не знаю как это у меня получится но я буду стараться я по правде говоря там по-моему никакой такой особо хитрый детективной интриги нету но все равно там мало ли ладно в общем это такой фильм был который уже давно люди ждали хотя он какое-то время существовал только на уровне слухов потому что до этого дэдпул появлялся лишь в фильме людей к сначала рассамаха извините прямо скажем не особо порадовал фанатов потому что ну вначале мы конечно увидели примерно то что многие хотели болтливого такого веселого наемника с катанами но в итоге его переделали в какую-то совершенно непонятную образину нелепую и многих это расстроило вроде даже кто-то из авторов фильма потом отдельно извинялся то ли на конвенте то ли еще где поэтому все очень ждали фильм про более каноничного дэдпула и вот он у нас есть слава редкону я так понимаю как бы не знаю возможно благодаря событиям дней минувшего будущего а может быть просто по воле так скажем добрых сценаристов как это было с горцам 2 я так понимаю события людей к сначала рассамахи они наверное никогда даже и не происходили теперь хотя конечно фильм есть небольшая отсылочка такая в неожиданном наверное месте которая так позабавила на самом деле там довольно много отсылок что тоже ожидаемо ну и фильм он в целом получился именно такой как многие ожидали наверное и хотели он начинает нас уже с порога бомбить дешевыми но местами очень даже островными шутками как например титры начальные где там говорится что и я на самом деле точные слова не помню но там все типа что в главной роли какой-то придурок режиссер что-то там еще такое же и так далее плюс еще наши прокатчики решили вкинуть свои пять копеек они это все зачитывали голосом закосом под Володарского я на самом деле в какой-то момент испугался что не дай бог весь фильм будет озвучен подобным образом но слава богу обошлось кстати там еще в конце есть тоже такой прикол что надеюсь вам понравился наш фильм о мертвом бассейне то есть такие явно как бы местные шутки ориентированные тоже на местных но это в принципе такой редкий случай когда от себя тина со стороны переводчиков она не воспринимается как что-то чудовищно кощунственное она в принципе так мне мне показалось по крайней мере что она так достаточно хорошо органично влилось в общий такой несерьезный немного настрой повествования хотя конечно шутки тут ну понятно что часто очень даже пошлые черный юмор там достаточно приколов на тему гениталий задниц хотя нельзя сказать что с ними перебор по крайней мере опять же на мой на мой взгляд так что если вы такое совсем не приемлетел вам лучше конечно не смотреть еще местами мне конечно это напомнило немного то как я смотрел некоторые старые комедии там например с ласа нильсоном когда бывали моменты когда мне было очень смешно бывали моменты когда мне было неловко бывали моменты когда мне было скучно и хотелось куда-то спрятаться но к К счастью, смешных моментов было все-таки больше. Да. Наверное, конкретно я особо перечислять не буду, потому что, ну, опять же, я все их не вспомню, к сожалению. Ну и, как бы, это будет, наверное, спойлер. Ну, скажу, что, в принципе, момент, когда он общается, вот, второй раз за фильм с индийским таксистом, и тот говорит, как вот, что, мол, я поступил, как вы мне сказали, и он такой, нет-нет, я его этому не учил, а сам такой втихаря, да-да, молодец, так держать. Мне показалось остроумным достаточно. Ну и, в принципе, индийский таксист, он, хотя это эпизодический персонаж, но он довольно забавный и интересный. К сожалению, не про всех персонажей, которые, условно, главные, я могу сказать, что они действительно интересные. Хотя, в принципе, наверное, совсем бесполезных персонажей или раздражающих здесь не было. Что тоже плюс для фильма, потому что далеко не всякие, точнее, во многих даже очень хороших фильмах все равно обычно какие-нибудь такие проскакивают, которые нужны только, чтобы тянуть время и раздражать тебя. Ну, тут такого нет. В принципе, фильм, кстати, он вроде достаточно динамично развивается в своих событиях и не оставляет времени, чтобы заскучать. Он частично нам в воспоминаниях рассказывает о происхождении Дэдпула, но и частично переключается на настоящее время, где он преследует нехорошего парня, который его таким сделал. И, как ни странно, это не страйкер. Точнее, никак не странно, к счастью, наверное, что меньше напоминаний о том фильме. Ну, я, в принципе, не особо, как бы, знаю Ориджин Дэдпула. То есть, я, конечно, некоторые комиксы читал и про него в том числе. Хотя я больше читал такие серии, как бы, либо вообще не связанные, так скажем, с основной магистральной вселенной, типа... Ну, то есть, я имею в виду комиксы. Я читал обычно не о таких более известных персонажах, либо какие-нибудь вообще отдельные истории, либо о каких-нибудь менее известных персонажах. То есть, как Беглецов, там, Сказания, Планетарий, Хакслэш. Про именно Дэдпула я, по-моему, очень мало читал. Но что-то, что-то припоминаю там. Довольно интересные о нем истории. Но я не помню, читал ли я именно ту, которая и рассказывает о его происхождении. Так что, как бы, сказать, насколько тут все аутентично и канонично, я не смогу. И даже не буду пытаться. Но главное, что в самом фильме оно показано достаточно интересно. Хотя, в какой-то момент, опять же, кажется, что вроде здесь не надо шутить, а они продолжают. Хотя, на самом деле, это тоже плюс. Я об этом волновался. Но они сумели как-то, в принципе, выдержать на должном уровне и романтические, и трагические, и драматические. То есть, такие моменты фильма, которые должны быть серьезными. Хотя, конечно, понятно, что хохм и всяких перестрелок, драк тут намного больше, чем всего остального. Ну и да, как я уже сказал, Дэдпул канонично выглядит, канонично шутит, канонично... Ну, то есть, как сказать, канонично. Короче, многие жаловались, что вот, он не должен быть вот таким бессловесным бревном, как в том фильме. Что он должен шутить, драться, постоянно ломать четвертую стену, и он все это делает. Так что, вполне привычное. В принципе, как бы, из тех комиксов, которые я все-таки читал о нем, я припоминаю, что именно так он себя вел. Правда, у него там еще вроде внутренние голоса должны были быть, которых в фильме нету, не слышно. Но все остальное на месте. Так, секундочку. Я немного сверяюсь со своим планом. А, вот. Собственно, ну, сюжет, он, как бы, тот, который чаще всего упоминается, когда говорят о Дэдпуле, то есть, его происхождение в том, что он когда-то был славным наемником, правда, я так понял, точнее, не то, чтобы был, он вроде и остался, но он когда-то был спецназовцем. Но он, типа, ушел на покой. И все вроде бы у него было хорошо. Он нашел себе любимую женщину. То есть, да, тут наверное, фильм можно было бы назвать некоторым вроде рамкомом, хотя тут, конечно, все очень своеобразно. В этом плане. Но у него в один, не самый прекрасный момент, обнаружили рак. И чтобы от него избавиться, он согласился стать объектом научных экспериментов, очевидно, незаконных у каких-то сомнительных людей. В результате чего он излечился от рака, он научился регенерировать. То есть, даже если ему, даже если его прострелить из пистолета или проткнуть насквозь, у него это все зарастет. Вот и, собственно, в фильме, ладно, так и быть, небольшой спойлер, есть момент, когда он сам себя очекрыживает руку, и она спокойно отрастает, как у ящерицы. Наверное. Вроде у ящерицы это немного по-другому происходит. Но не важно. То есть, он вроде как стал более живучим, чем обычный человек, но при этом он... у него исказилась внешность, он типа весь покрылся какими-то... я не знаю, как это правильно называть. Я думал, что это ожоги, но, видимо, это что-то типа струбьев, потому что он... таким стал от того, что он задыхался в капсуле. Хотя... я думал, что он типа где-нибудь, наверное, горел, но не важно. Суть в том, что он как бы был красавец, Райан Рейнольдс, а стал, как он сам считает, урод. Но, на мой взгляд, конечно, вот по сравнению с тем, как он выглядел в комиксе, в фильме он на самом деле не настолько ужасно выглядит, поэтому... возможно, частично... Может быть, это только я, может быть, другие считают иначе. Но мне как бы показалось, что отчасти этот конфликт с ним, прячущим свое лицо на тему «Ой, я такой урод, я такой урод», он немного надуманный. В конце концов, даже Гули из Фоллаута какие-то странные люди находятся сексуально привлекательными, а у него, в принципе, нос, например, не разрушился. И глаза остались нормального, такого привычного цвета. Хотя, да, он стал лысым. И какой-то такой... Не знаю, в принципе, вот если я припоминаю, в комиксах он... Ну, или точнее, на одном конкретном кадре из комикса, который я увидел, где он, типа, снимает с себя маску и что-то там говорит. Он, конечно, выглядел как такой младший братишка Фредди Крюгера. Здесь он, скорее, младший братишка Бена Грима. То есть, конечно, впечатление своеобразное, но не настолько катастрофическое. Еще один, кстати, слабый момент связан с тем, что когда он охотился за этим своим главным врагом, он почему-то чувака, который его, типа, рекрутировал, призвал на эти эксперименты, как он его прозвал, агента Смита, тряханул в последнюю очередь. Хотя, по идее, опять же, может быть, это мое субъективное неправильное, как это сказать, впечатление, но мне показалось, что по идее, по логике, про этого парня он должен был вспомнить первым. Потому что именно со знакомства с ним начался этот кошмар. Он его нашел в бар и сказал, типа, эй, я могу вам помочь, вот моя карточка. Ну ладно, режиссерам, наверное, виднее. Кстати, в принципе, мне кажется, они упустили возможность для хорошей шутки на тему того, что фильм Дэдпул это гораздо более лучшая современная адаптация, современная городская адаптация сказки о красавице и чудовище, нежели фильм как там, я забыл, как он назывался, страшно красив или как-то так с этим с Алекс, вроде бы с Алексом Петтифером и Лили Коллинз, но надо будет потом посмотреть, возможно, там другие актеры играли, я ошибаюсь, ну короче, где там, типа, парень комплексовал, потому что злая ведьма из Систер Роллсон сделала его хреновым косплеером Нерона из Стартрека, то есть, Нера, то есть, он вообще был, как бы, у Дэдпула у него хотя бы вот какие-то вот такие вот странные, такие, ладно, на себе, наверное, нехорошо показывают, ну короче, у него какие-то набухания на лице, там, они, по крайней мере, пытались что-то изобразить такое, а у того просто лысина и пара шрамов, ну да ладно, не важно, хотя, я больше говорю про сюжет, чем про, то есть, что в сюжетном плане этот фильм лучше того, определенно, боевые моменты, кстати, ну, тоже, на мой взгляд, может быть, может быть, ничего особо сногсшибательного и нету, но достаточно достойно выполнены. Да, каждый найдет в этом фильме что-то свое, хотя, опять же, в первую очередь, он для любителей черных комедий и боевиков, но актеры радуют. В первую очередь, это, конечно же, сам Райан Рейнольдс в образе Дэдпула, который, в принципе, отлично отыгрывает свою роль, даже в тот момент, когда ему приходится, ну, то есть, даже, когда не видно, как бы, его лица, он все равно хорошо отыгрывает мимикой и жестами, хотя он довольно часто, кстати, демонстрирует его, но не так часто, как человек, ну, или нет, по крайней мере, как сказать-то, не так навязчиво, наверное, как Человек-паук у Рэйми во втором фильме, потому что, там реально, он просто, такое создавалось впечатление, что он искал любую возможность, чтобы сбросить маску и кому-нибудь ее показать. Тут он, все-таки, больше в некоторые избранные моменты это делает, либо перед какими-то своими близкими, либо, чтобы врагов напугать. Кстати, не знаю, может мне это показалось, но мне показалось, что вот момент, где он себе подбирает кличку и костюм, когда ему, типа, предлагают стать, точнее, его друг ему говорит, что, типа, не помню, короче, что-то на тему того, что надо придумать себе тайную личность, и он там перебирает разные костюмы, маски, размышляет над именем. Может, мне показалось немного, что это, как бы, возможно, частично пародирует то, как это делал Человек-паук, но, может быть, это просто такая популярная, тоже немного клишированная сцена с монтажом, поэтому, может быть, мне просто показалось, на что они похожи. Ну, в принципе, он вроде бы получился вполне в характере, циничный, яркий, боевой. Ну, Морена Бакани, вроде так ее зовут, эту актрису, если нет, то я извиняюсь, надо будет потом пересмотреть еще раз. Она, в принципе, тоже очень, как всегда, выражительна и харизматична в образе Ванессы. Кстати, вроде, если не ошибаюсь, она впоследствии должна стать мутанткой-наемницей Домино или нет? Ну, по-моему, когда я читал новости о ее кастинге, там так писалось. Кстати, ну-ка, сейчас проверим, раз уж у меня тут все под рукой. Надеюсь, там никакого лишнего хрипа нету. Морена Бакани же, да? Так ее звать? А, нет, Бакарин. Google меня поправляет. Ну, ладно, в общем, та самая, которая была Инарой, по-моему, так ее звали, в Светлячке и Анной, вроде бы, предводительницей пришельцев-визитерок. Ну, в принципе, как бы, очень радует, что здесь она явно ощущается в другом образе, чем в тех фильмах, потому что тут она такая развязная, живая и хохмит не меньше самого Дэдпула. из узнаваемых персонажей, которые до этого появлялись в киновселенной, тут, если не ошибаюсь, Колосс. Ну, по крайней мере, он выглядит как Колосс, хотя, как бы, вроде бы, в последней битве он был все-таки моложе и меньше ростом. Но, с другой стороны, если они отредконили последнюю битву, я, как бы, только за. А вообще, они это сделали, насколько я помню, по итогам предыдущего фильма о людях Икс. проверить надо. Да, по-моему, это был он. Ладно. Вообще, с одной стороны, его ввели, я так понимаю, как, как некую антитезу Дэдпулу. То есть, что он такой карикатурный, несколько супергерой-бойскаут, который все время задвигает пафосные речи про то, что надо быть в команде, надо щадить врагов, там, не надо выражаться грубо, потому что это могут слышать дети, там, все такое. То есть, такой персонаж, то есть, который, как бы, олицетворяет типичный супергеройский пафос, и от которого Дэдпул все время отмахивается, типа, эээ. Но, тем не менее, он все равно получился по-своему достаточно обаятельным и забавным, как эдакий медведь. И даже за его авторством есть тоже, по-моему, несколько весьма неплохих шуток. Конечно, наверное, многие хотели бы Кейбла увидеть, потому что, вроде бы, он был чаще всего, ну, не чаще всего, часто был напарником Дэдпула, но, наверное, он только в сиквелах появится. Хотя у него там своя сложная предыстория, поэтому, может быть, они не стали его вводить. Тут, как бы, все проще, Люди Икс и Люди Икс, все знают, что это такое. Правда, например, вот эту новую героиню Боеголовку я что-то раньше нигде не помню. И что-то как-то не могу сказать, что она внесла какую-то серьезную роль в сюжет. Просто она дала Дэдпулу несколько раз сострить про тинейджеров. Ну, и, в принципе, у нее прикольные способности. То, что она как-то покрывается огнем и может, как действительно Боеголовка падать на врагов, но не знаю. Довольно наверное редко именно подростки и герои из числа Люди Икс получаются запоминающимися. Хотя, может быть, я и не прав. Их там очень много в конце концов. Но мне кажется, это примерно хотя, ладно, не буду говорить с кем я ее возвел бы в один ряд, потому что еще взбешу кого-нибудь почем зря. Ну, в принципе, она, наверное, справляется со своей ролью. Ну, злодей такой достаточно получился тоже как бы сказать, не сказать, что он сильно, наверное, проработанный или какой-то там интересный, но вполне для стартового злодея годится. Как бы, я так понимаю, что Дэдпула не стали сразу сводить с какими-то такими знаменитыми хмырями типа того же Синистера, а дали ему такого как бы сказать, такого вроде бы мелкого, но такого довольно яростного пакостника, с которого очень, наверное, удобно начинать. Ну, в принципе, персонаж, он вышел, не знаю, с одной стороны, как бы порадовало то, что почему-то, что он такой молодой, энергичный, то есть в противовес всяким старперам вроде страйкера, но с другой стороны, у него очень обыденная такая мотивация на тему я люблю мучить, пытать и убивать, потому что я люблю мучить и пытать. А то, что типа я, ну, то есть он как бы, а то, что он помимо того, что любитель пытать еще и сумасшедший ученый, который превращает людей в мутантов, или может быть он помогает мутантам как бы пробудить их способности, потому что вроде до этого уже говорилось, что нельзя из человека сделать мутанта, как бы он не готов, он разрушится, то есть просто у некоторых есть этот дремлющий ген X, который наверное он каким-то образом насильственно пробуждает или вводит, я не знаю. Ну, короче, основная его цель, основная его работа в том, что он собирает вот этих отчаявшихся людей и типа делает из них супер солдат, а потом кому-то там продает каким-то диктатором или типа того, как он сказал. Но это у него, так скажем, работа, а он все-таки больше отдается своему хобби и попутно старается их всячески пытать. Ну, в принципе, я так понимаю, основная цель была сделать так, чтобы мы его ненавидели и очень радовались, когда Уэйт с ним расправится, и с этим они справились. Ну, еще у него есть такая типичная злобная, как это сказать, подручная, которая обладает не слишком оригинальным даром суперсилы, таким, что она может снести железного колосса и даже перевернуть его, чего самому Уэйду, например, не удавалось, он об него просто все руки себе переломал. в лучших традициях рыцаря из Монти Пайтона. Ну, то есть, тому отрубили, конечно, но сцена очень похожая. Она вот реально могла его отбросить, перевернуть и даже пыталась душить. Хотя, вот, кстати, подумал, если колосс, он, типа, из металла, но дышит он все равно, как и все люди. Ну, ладно, не важно. В принципе, про нее еще меньше, наверное, можно сказать, кроме того, что она типичный мускул, и она на всех злится. Вот, кстати, что интересно еще по поводу злодея главного, которого зовут Фрэнсис, и основной, опять же, прикол с ним связан с тем, что, видимо, у него девчачье типа имя, и поэтому Уэйд над ним потешался, а он на него обозлился и стал во всех злых сценах, то есть, когда он чувствует свое превосходство, говорит, ну давай, назови мое имя, это у него, я не знаю, что-то вроде коронной фразы. Он в начале фильма своего какого-то покупателя, который чем-то недоволен, берет за горло и поднимает. То есть, мы вроде как предполагаем, что у него есть суперсила, ну, то есть, сила именно, но в дальнейшем он вроде как говорит, что у него просто не работают, то есть, отсутствует нервное окончание и благодаря этому он не чувствует боль и не чувствует ничего. Во-первых, нет, я, конечно, помню, что в Бонде тоже был такой чувак, у которого застряла в башке пуля, Ринара его, по-моему, звали, и он ничего не чувствовал, но на самом деле, давайте признаем, как бы, человек, который не чувствует ничего своими нервами, это не супергерой, не суперзлодей, это скорее инвалид, потому что боль это же все-таки сигнализация, которая нас предупреждает о том, что организму что-то угрожает, то есть, по идее, во-первых, это не должно его делать неуязвимым, потому что все равно можно его повредить, но с другой стороны, он неуязвимый, его убили, а во-вторых, каким это образом помогает ему вот так вот взять чувака за горло и поднять, он же вроде бы не, он типа не чувствует тяжесть, но от того, что ты не чувствуешь тяжесть, она же вроде не пропадает никуда, непонятный тоже момент, так, ладно, все ли я писал, ну да, там еще, кстати, была пара таких относительно, наверное, важных для сюжета персонажей, как бармен и чернокожая, ну, который друг Дэдпула и чернокожая негритянка, которая была его, не знаю, квартиранткой, но в принципе, они там были нужны только для гайдов, что еще по этому поводу добавить, кстати, подручная мне немного Тамару Чемберс напомнила, которая с критиком, но, наверное, это просто почудилось, не знаю, возможно, там была какая-то сцена после титров, но я уже не стал ее ждать, в принципе, я, по-моему, сказал про все, про что хотел, фильм, он, конечно, наверное, не знаю, возможно, его нельзя считать шедевром, но в нем есть довольно забавные шутки, довольно неплохие боевые сцены и вполне такие серьезные моменты, и, кстати, опять же, опять же, многие возмущаются сейчас тем, что, мол, вот, серьезное кино, там, типа ужастики, там, всякое такое, а детский рейтинг, как же так, это все портит, вот, опять же, у DC есть аналогичный Дэдпул-герой Лобо, про которого тоже хотят снять фильм, но многих смущает, что вроде как его хотели с детским рейтингом снять, здесь, слава богу, с этим полный порядок, то есть, у этого фильма рейтинг 18+, так что, в принципе, там, кровища, всякие пошлые выражения, и даже сексуальные сцены, они, как бы, присутствуют, то есть, в этом плане все выдержано, хотя, с другой стороны, нельзя сказать, что они этого, что они это прям используют на полную катушку, наверное, но это тоже к лучшему, потому что не возникает ощущения, что с чем-то перебор, короче говоря, в принципе, если вы нормально относитесь к черному, пошловатому юмору, если вы любите боевики, там, всякие такие моменты, персонажи комиксов и тому подобное, и особенно, наверное, если вы любите Дэдпула, то я думаю, вам стоит сходить на этот фильм, на мой взгляд, он вполне даже удался, по крайней мере, я не пожалел о потраченном времени, даже несмотря на то, что, не знаю, возможно, я не так много сейчас об этом фильме сказал или наоборот сказал слишком много, потому что на самом деле, как бы, ну, у него не сильно, скажем так, сложный, навороченный сюжет, возможно, не слишком много событий происходит, но, по крайней мере, не возникает ощущения затянутости и никаких особых провисаний вроде нет. Если будет когда-нибудь сиквел, я думаю, что я его тоже гляну. Ну, ладно, в общем, это было мое мнение о фильме. Спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok